Снова здравствуйте, интернет-магазин Antilife.com.ua снова на связи. Сегодня мы посмотрим новый планшет, который к нам недавно пришел, 8-дюймовый. Называется Windows N80. Отличительными особенностями данной модели является то, что планшет построен на базе мощнейшего 4-ядерного процессора ROG-Chip 3188. При этом он также может похвастаться 2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ встроенных. Инкосной экранчик, IPS-матрица, все как полагается. Давайте посмотрим на комплектацию, в какой коробке он к нам приходит. Вот такая вот коробка, вот его основные технические характеристики. Поставляется в отдельной коробочке зарядка. Что у нас здесь? Здесь у нас вот такие вот характеристики. Разрешение экрана 1024 на 768. В комплекте у нас есть обычный USB кабель, OTG кабель. И больше ничего нет. Зарядка уже была. Я уже показал вам ее. Давайте посмотрим непосредственно на наш планшет. Поставляются они в белом цвете. Вот такой вот он сзади. Глянцевый пластик. Логотипы все официальные. Из разъемов у нас есть наушники, разъем под зарядку, кнопочка Reset, HDMI, USB OTG, слот под T в карточку и две качельки, точнее две кнопки плюс-минус и включение-выключение. Вот это у нас располагается здесь слоты. Ну, наверное, вот это является одним из самых больших минусов, так как если у вас подключен будет OTG кабель, то эта штучка всегда будет вот такая вот открытая. Ну, для меня это не совсем удобно. Давайте перейдем непосредственно к нашему планшету. Сразу говорю, что модель работает очень быстро. Все рабочие столы листаются максимально быстро. Ну, чего и требовалось как бы доказать, потому что процессор этот уже себя зарекомендовал. Обладает он суперпроизводительностью. Давайте посмотрим наш планшет через программу Antutu. В Antutu данная модель набирает за счет небольшого разрешения дисплея 18-19 тысяч баллов. Это очень высокий показатель. Это показатель на данный момент. Она ведет фокусировку сейчас, камера. Этот показатель является очень внушительным и, можно сказать, про запас еще как полгода минимум. Видим, что реальное разрешение 1024 на 720, 160 плотность точек на экране. Ну, не сильно много, но, в принципе, для такой диагонали этого вполне достаточно. 2 гигабайта оперативной памяти реальных. Не такая, как на Allwinary A31, что доступно. А вот, видите, 1918. Карта памяти у меня сейчас стоит на 16, плюс свои 16 гиг памяти у планшета. 4.1.1 Android. Давайте посмотрим, что у нас есть из датчиков на нашем планшете. А, это я пробовал включать Bluetooth, которого здесь нет. Это вот Z-Device реагирует именно вот так вот на эту программку. Z-Device тест. В принципе, в планшете есть практически все современные датчики для игр. Сразу обращаю ваше внимание на то, что есть акселерометр, есть у него датчик гравитации. Вот они полноценные. То есть, для игр, для переворота изображения есть все, что нужно. Есть две камеры, Wi-Fi, Bluetooth нет, компас также у нас нерабочий. Давайте перейдем к нашему экрану. Я уже говорил, что разрешение 1024 на 768. В принципе, модель очень внешне похожа на Ondo V872. Тоже 8-дюймовый, только он был на Allwinner. То есть, эта модель мощнее и быстрее. Так. Давайте посмотрим картинки, чтобы увидеть, насколько у нас интересный экран. Буклы обзора у нас отличные. Также планшет отлично справляется с любыми форматами видео, которые мы только захотим на него закинуть. Вот у меня есть различные трейлеры в Full HD формате. Все сразу включается, без лишних конвертировок запускается. Громкость регулируется у нас только с сенсорной панели. А также вот есть качелька громкости сбоку. То есть, кому как удобнее, на выбор так и делайте. Звук довольно-таки громкий. Идем дальше. Посмотрим, как работает наш планшет с оперой, с интернетом. У меня открыто сразу несколько страничек. Наш интернет-магазин Antilife.com.ua. Довольно много картинок на нем. Довольно тяжело прогрушать эти все странички другим планшетом. Вот я его обновляю. Мультитач. Сейчас покажу. А также вот сразу с браузера, даже без приложения YouTube, у нас загружаются различные видео. У нас такая стена вообще. Ни хера не видно. Вспушки. Причем, когда вспышка, это молния. Это цау. Также у нас отлично работает и приложение YouTube. Само по себе. В 2008 году уступил Сэму Питеру. После этого, в 2009 году, он проиграл еще один бой на Георгелере. И все показали, что после... Почти раунда идет до 10-го тема. Давайте посмотрим, сколько у нас точек мультитач. Экран распознает 5. И перейдем к самым современным играм, в основном на которых тестируются все планшеты по производительности. По воспроизведению которых можно судить о достаточной или недостаточной производительности планшета и работе самого процессора. Смотрим. 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 Продолжение следует... 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 Также в нашем планшете есть две камеры, как я уже говорил, задняя камера на 2 Мп, фронтальная, параметры 0.3. Давайте посмотрим примерно, как они работают... Автофокуса тут нету... И вот то, что у нас получается... Изображение размытое... Фронтальная камера у нас предназначена для скайпа, для общения через интернет... Нормального уровня для работы подойдет... В целом, что мы имеем... Планшет у нас небольшой, компактный... Из минусов могу сказать только... Вот эта вот не совсем удобная крышка для разъемов... Также отчасти задняя белая крышка может немножко пачкаться... Вот я его подержал в руках... Вот уже есть... Наверное, на камеру даже не видно... Хотя, может, видно... Вот небольшие залапости уже такие... По производительности, по экрану у меня нареканий не было никаких... Все игры тянет на ура... Прогружает страницы мгновенно... Ютуб загружается... Тоже супер... Аккумулятора у нас хватает... Где-то часа на 3-4 такой... Напряженной, нормальной работы... Это, в принципе, нормальный показатель... В целом, планшет мне понравился... И, если учесть, что цена его... Около 1400-1500 гривен из наличия в Украине... В ту очередь, когда такая же Honda V872 на AllWinry A31... На более слабом процессоре... Стоила в районе 1800 гривен... То есть, ну... Плюсы видны... И делайте свой выбор... Спасибо за внимание... Всего доброго!